Я приветствую всех, кто сегодня приехал, хотя и мороз замораживал на Витязьке, нашли время, я благодарю всем, кто нашел время, и особенно кто приехал издалека. Надеюсь, вы не зря приехали, надеюсь, мы сегодня в беседе раскроем то, что вас интересует, ради чего приехали на эту встречу. Поэтому, наверное, будем начинать потихонечку, немножко, как обычно, некоторое ступенное слово, по мере которого будут поступать записки, тогда начну отвечать на записки, поступающие из зала. Вот, с чего хочу начать. Традиционно я всегда обычно говорю о том, что какие там дела по поводу скачения книг, но мне, конечно, это не очень нравится, что вот типа откуда берет и тому подобное, но эта статистика поступает с серверов, которые, так сказать, не я, никто не контролирует, а что сколько скачалось книг, столько и скачивается. Поэтому, нравится кому-то, не нравится, но что мне, почему это дело, показать действительно, какой интерес продолжает не молкать, наоборот, все больше и больше людей проявляет интерес. Почему? Потому что, допустим, вот еще январь месяц, допустим, еще не закончится, вы понимаете, сегодня только 23-е, но уже вот на это число, на вчерашний день, точнее, было скачано с двух сайтов, которые, чтобы было понятно, это мой сайт, и с сайт советника. На других сайтах, где размещены книги мои, их очень много тоже, я статистику не имею. Так вот, уже в январе за 22 дня было скачано 65 тысяч 510 книг, а в декабре было скачано 70 тысяч книг, то есть постепенно, видите, количество книг растет и на данный момент уже всего скачано 1 миллион 335 тысяч 915, это только с двух сайтов. И для статистики, если интересно, в 2006 году, когда только первая книга была размещена за весь год, ну там не с самого начала, конечно, было скачано 20 тысяч 539 книг, то сейчас в январе скачано 65 тысяч за неполный месяц. То есть, как видите, действительно, видно то, что я пишу, видно, реально вызывает интерес людей, об этом говорит, что вы сегодня тоже приехали, но интерес не только у тех, у друзей и соратников, интерес вызывает возмущение у врагов. Сколько только, ну, кто читал статьи, допустим, по источник жизни, чего только не придумывают, типа, что, типа, это фотошоп, это сделано фотошопом. Когда фотографировали тысячи, они понимали, что тысячи фотографий фотошопом сделать, в принципе, нереально. Они начали говорить, что, ага, там в Голливуде целая фабрика грез работает, чтобы фабриковать фотографии и так далее, и так далее. Но это рассчитано, опять-таки, на тех людей, которые не понимают, что такое фотошоп, потому что мне приходилось работать с компьютерной графикой очень много, потому что некоторые картины делают и так далее. Могу сказать следующее, если фотошоп, это наложение одного изображения в другое, и даже суперкомпьютерный график никогда не сможет совместить точки так, чтобы они совпадали полностью. Потому что если изображение единое, там точечки, ну, понимаете, цифровая информация к точкам. Если что-то меняется, она сдвигается, то возникают изменения, и совместить миллионы точек, чтобы они совпадали, это, в принципе, не просто невозможно, не в принципе, вообще невозможно. Поэтому это рассчитано на тех людей, которые мало понимают, что такое фотошоп, к примеру, что такое вообще компьютерная графика, и, так сказать, которые слышали, что журналы, все, допустим, модели, так сказать, лично пропускают через фотошоп, поэтому они будут не так на самом деле и тому подобное. И они думают, что, ага, вот фотошоп услышали, и большинство людей, которые не понимают этого, а, да, это дело, потому что многие вещи не укладываются в голове человека, а таким вариантом очень легко спокойно успокоить себя. Ну, в любом случае, даже то, что, когда я сказал, что, прямо на время назад сказал, что кто заявляет, типа, вот, готов, пускай приходят, если не докажут, то фотошоп, я им заплачу миллион, а если это не докажут, то они заплатят миллион. Знаете, что стали говорить? А, он знает, что у нас миллиона нет, у меня сейчас тоже миллиона нет, ну и что? Так если я уверен, если я уверен, что там, я говорю, а если они лгут, то они пишут тысячу причин, так пускай все враги соберутся, на них много же, да, и соберут миллионы, и докажут хотя бы одну фотографию, то есть фотошоп, ну почему-то нет. А потому что, ну, легко, так сказать, им нужно действительно дискретировать, придумать все, что угодно, чтобы действительно, там вот, пару встреч назад я приводил данные, что в России, так сказать, применялась технология, моя, так сказать, по грибным выращиванию грибов, и, так сказать, урожайность грибов без химии, без ничего в 32 раза превышает самое лучшее достижение в мировой практике сейчас существующей. И это не предел, только начало, в 32 раза. И это без всякой химии и так далее, и так далее. Вот технологии, позволяющие получать абсолютно чистые, как говорится, продукты питания без какой-либо химии, и тому подобное, и тому подобное, и подобное. И не только то, что чистые продукты, то есть возникали задачи, допустим, те же самые грибы шитаки и другие майтаки, они, допустим, растут в природе только, допустим, на определенных основах, допустим, на древесине мертвой. А можно сделать, чтобы они росли, грибница росла на других основах, допустим, на рисе, на мясе и так далее, на костях, там и так далее. То есть каждый биологический объект содержит разные качественные, очень важные элементы, и такого в природе не может быть. Ну, в результате того, что генерат позволяет делать очень многое, эти грибницы растут именно на тех основах, которые они в природе вообще никогда не росли. И в результате чего получают такие качества, которые невозможно вообще получить в природе. И это все без какой-либо химии и без всякой генной инженерии, где никакого там генных не нужно наносить. Это генная инженерия, но совершенно в другом уровне, которая, так сказать, не требует того, чтобы уничтожать что-то или гробить, или так далее, и так далее. Но опять-таки тут же, а вот покажите нам, пускай это предприятие, мы хотим посмотреть. А что, это предприятие должно быть проходным двором для тех, кто хочет посмотреть? Конечно нет, это рабочее предприятие, оно же существует реально, и так далее, и так далее. И вопрос, почему каждый, знаете, интересно бывает, вот кто-то говорит, а вот ты мне докажи, вот ты мне докажи, что вот это так, вот я хочу на себе проверить, и так далее, и так далее. Во-первых, человек думает, а вопрос, а не задумывался, но почему я должен кому-то что-то доказывать? И конкретному человеку, например. Вообще что-либо. А от того, что, действительно, когда я был в самом начале, думал, что человек не понимает, и так далее, и так далее, действительно кидался, ну как же так, не понимаешь, вот доказывал, доказывал, все. И что это меняло? Ничего не меняло. Тысячам людям доказывал, и ничего не меняло. Так зачем человек, а то он хочет самоубедиться. Один из самых забавных примеров такого плана, как-то сумбурных с моей точки зрения, когда это еще был, прошу, 89-й год, начало 90-го, кажется, это начало 90-го, ко мне попала женщина, говорит, вот, пожалуйста, скажите, что у меня, какие проблемы, и тому подобное. Ну, я просматриваю, говорю, что вас интересует? Ну, у меня вот проблемы с почками. Ну, я просматриваю, смотрю, одна почка, вторая почка, третья почка, что-то не то, думаю. Я вообще никогда не пил, думаю, это обычно с перепоем бивать, троицы и так далее, я вроде не пил. Раз, два, три, опять три, думаю, что такое? Еще раз проявил. Я говорю, вы знаете, странно, но у вас три почки. Да, это так, я пришла вас проверить. И ушла. Ну, понимаете, ну, это же дурость. Вот, ну что, проверил, узнал, что, я сказал, что у них там три почки вместо двух, как обычно. Редкое явление, очень редкое, ну, бывает. И что? И польза от этого есть доказательства? И сколько таких было фактов и так далее. Понимаете? Я уже давно убедился, что если человек не хочет что-то воспринимать, что бы ты ни доказывал, он никогда не будет это принимать. Хотя самое удивительное, что мне всегда поражало, все люди, которые обычно стоят скептики, на самом деле, они, так сказать, ничего, чем меньше знать, тем больше скептический человек относится к вещам. Потому что чем меньше знаний, тем больше неграмотности. А если неграмотность больше, то, естественно, начинает говорить две вещи, которые, ну, например, что было понятно, как там, вот, типа, какой бредовой идеи у вас, что мы, так сказать, прилетели с других планет. Ахинею несете и так далее, и так далее. Ну, хорошо. Понимаете, есть несколько степеней невежества. Невежество, естественно, то есть человек не знает, потому что у него не получают информацию. А есть сознательные невежества, когда человек ничего не хочет делать с этим невежеством. Ну, сознательные невежества не нужно комментировать, наверное, всем понятно, да? Так вот, допустим, до тех пор, пока не появилось счастливое случайное, что не обнаружили замороженное тело неандартальца в Альпах, в Альдах, так сказать, в леднике, и не смогли исследовать его генетику, можно было предполагать гипотезы строить, каких угодно. Хотя та же самая гипотеза, так сказать, вот кто знаком с антропологией, палеонтологией, почитайте реальных палеонтологов и антропологов, они в своих книгах, в частности, Пьер де Шарден, «Феномен человека», очень интересная книжка, любопытно рекомендую почитать. И он пишет, что современный человек, все расы, так сказать, но у него данных по России в то время не было, только Западной Европы и весь страной мир, все расы появились примерно 35-40 тысяч лет одновременно. И что они были, так сказать, различия между расами были гораздо более ярко выражены, чем сейчас. Ну это естественно. За эти последние 35-40 тысяч лет прошло довольно-таки много смешений. Получилось много, как говорится, подрасовых групп, когда разные расы смешивают между собой, образовались подрасы. И это не только его вывод, это основание исследований костей и так далее, и так далее. И серьезные ученые с этим позицией согласны. То есть 45-35-40 тысяч лет назад современный человек появился одновременно и даже был объем черепа больше, чем сейчас. И расовые признаки были более ярко выражены, чем сейчас. Вопрос. Даже не зная ничего другого, не зная генетики и данных генетики, вопрос, каким образом, естественным путем появились четыре разные расы одновременно на разных континентах, разнесенные на тысячи тысяч километров. Уже само по себе это подозрительно и говорит, что здесь что-то не то и чем-то завязано тем, что происходящее на нашей планете. Но это, может быть, гипотеза пока не подтвердилась фактами. А факты следующие. Вот когда нашли, говорю, что замерзшее тело в льдах, в Олимпийском леднике неандертальца и сравнили генетику с современным человеком, гумо сапиенсом, то оказалось, что генетика неандертальца и современного человека совершенно несовместимы, как, допустим, лошадь и осел. Они вроде похожи, да? Но никакого потомства между этими двумя видами невозможно. Несовместимы. То есть, что это означает? Это означает, что неандертальцы нашими предками не были вообще. Хорошо, скажем, хорошо. Неандертальцы, которые появились порядка 600 тысяч лет назад и вымерли порядка 35-40 тысяч лет назад. И некоторые представители до сих пор ходят под названием Йети, Снежный человек, Бигфут и так далее, разных странах, по-разному называют. Это, кажется, остаточные, так сказать, в дикой природе сохранились. Но если неандертальец не был нашим предком, допустим, ну должен быть кто-то предком нашего современного человека, да? Ну сам почти не появится. Но если они неандертальцы отпадают, ну вот взял и отпал. Смотрим, что же наши антропологи и полиантропологи предлагают нам взамен. А взамен предлагают, что до того, как существовал неандертальец, существовали кто? Пятикантропы и синантропы. То есть синантропы – это более поздняя, более развитая ветка пятикантропов, которые вымерли порядка 650-150 тысяч лет назад. Неплохо, да? Так что получается? Что другой, возможно, кандидат на наших предков вымер 600-700 тысяч лет. Ну самое близкое – это 600 тысяч лет. И что же получается? Где же промежуточное звено блуждало? Или мы появились через 35-40 тысяч массово, разных континентов, разные расы, сразу. Ну хорошо, а где же мы были до того, что наши предки были, прежде чем объявиться в виде гумо-сапиенс на Земле? То есть представьте, 600 тысяч лет, когда самое минимум, другие гуманоидные формы, человекоподобные существовали. Разрыв 600 тысяч лет, никого, ничего больше нет. А другие еще, еще древнее, еще более отличаются со временем на человек. Ну уже тут даже, как говорится, первокласснику понятно, что современный человек, ну никак не мог появиться на Земле. Плюс многие факторы, которые, так сказать, многие, допустим, даже все те же самые, то же самое неандерталицы, они были покрыты густой шерстью. Ну, современный человек имеет, любой может посмотреть и обнаружить, что мы имеем только рументальное, остаточное явление, так сказать, шерсти. И как ни странно, смотрите, гуманоидные формы, человекообразные обезьяны, там, гориллы, шимпанзе, аргунтанги, так называемые, которые живут в Африке, ну там, конечно, очень холодно, да, никогда шерсть свои не теряли. А ведь, смотрите, большинство рас, на исключение черных, живут в суровых климатических условиях, всегда жили. Допустим, белая раса всегда жила на севере, хотя не всегда, как было, но ни шерсть не выросла, не потерялась и не выросла за эти годы, а тысячелетия никогда не прошло. Ну, неужели непонятно, что все, что говорится о том, что вот мы прошли от обезьяны, ну где же та обезьяна, до сих пор не нашли. И оказывается, что никаких обезьян, даже человекоподобных существ, потому что и те же самые пятикантропы, хоть и далекие, так сказать, гомодонные формы, но они и огонь имели, и орудия труда примитивные были. То есть, действительно, можно сказать, примитивные человеком были. Но мы не являемся продуктом развития живой жизни. По целым ряду причин, кто читал, уже объяснял. Потому что, когда нашу планету спасли от гибели, после этого существуют законы белых цивилизаций, в принципе, что если планета спасена от гибели, то есть катастрофы, после этого имеет право, ну как-то вмешиваться в развитие, естественный ход развития жизни. Вот поэтому, так сказать, когда вот наши предки колонизируют эту землю, особенно первое время вообще не трогали, пока жили в территории Дарии, потому что изолированный континент, на других континентах проходила жизнь нормально, все, так сказать, существа жили, как не трогали. Но потом, когда вынуждено было переселение сначала из Дарии, а потом заселение другими расами Земли, тут уже пришлось вмешаться. Но это вмешательство было обосновано тем, что это не нарушение законов космоса. Закон космоса нарушается тогда, когда вы лишаете возможности. А если, допустим, развитие жизни должно было погибнуть, вы спасаете, вы имеете право уже корректировать развитие. Потому что вы не нарушаете, вы не лишаете возможности этой жизни и добиться какого-то своего выхода качественного. То, что погибло, должно погибнуть. Уже, так сказать, природа считается уже, сошлось исторической ареной. И поэтому, ну, это, я думаю, понятный момент такой. Так что, кому нравится или не нравится, но, так сказать, тот факт, что мы с вами являемся потомками переселенцев, это является уже фактом, не просто предположением, а самым настоящим фактом. И вопрос, а почему так сильно, активно защищают, что вот мы все происходили за обезьянами? Ну, кто-то может считать себя обезьянами, пускай бегают, прыгают на ветках с обезьянами. Кто-то здесь считает себя, что он обезьяну похож? Не думаю. А для чего это делается? А для того, чтобы продолжать обманывать людей, дурить их, обманывать, навязывать лживые представления, позиции, методы, социальные механизмы развития. Почему? Потому что, если скажут, что да, мы знаем, что в цивилизации существует множество в космосе, что и мы потомки тех переселенцев, которые потеряли контакт с теми цивилизаций, которые переселились по тем или иным причинам. Значит, никто не может сказать, мы делаем первый раз, мы единственная разумная жизнь во Вселенной, и мы делаем ошибки. Ну, правильно, мы делаем ошибки, но опыта нет, не с кем сравнить, ничего и так далее, и так далее. Это используются социальные паразиты, чтобы обманывать людей, навязываем ложные социальные системы развития, которые, в принципе, которые уже приводят к катастрофическим явлениям. Ну, вот смотрите, то, что, так сказать, аграрная промышленность развивается как? Что это? Химия. Все яды для того, чтобы убивать вредители, яды, вещества для того, чтобы стимулировать рост и тому подобное, в результате чего земли отравлены. То есть земля уже перестает родить полностью. От того, что какие-то 200 лет, даже еще 100 лет не прошло, за 50 лет активной химизации сельского хозяйства, скажем так, уничтожено огромное количество земель. Это очень явно выражено в Штатах. У нас последние 15 лет, слава Богу, из-за кризиса и того, что произошло, это не делается. Это хоть и плохо, но хоть и единственный плюс – это гадости. Что земля не тратит. Нет денег, чтобы купить химию, чтобы насыпать ее на землю чересчур. 15 лет земля отдыхает. А что получается, допустим, я данные приводил, в Китае каждый год, Китай теряет 5-7% плодородных земель. Каждый год. Вы понимаете, что геометрическая прогрессия по себе? То есть каждый год на 5-7% в этом году потерялся, на следующий уже меньше на 5-7% что было. То есть пассивные площади, то есть то, с чего получают продукты питания, уменьшается и уменьшается очень быстро. То есть такими темпами 10-15 лет в Китае не останется земель, которые могут что-то рожать. Ну, понимаете, что полтора миллиарда голодных китайцев, представьте такое, или два миллиарда. Куда они кинутся, в первую очередь, как вы думаете? На нас. Нам это нужно? И что вы думаете, если они кинутся, что они сделали с землей русской? То же самое сделали, что со своей землей, правильно? И это не только в Китае, в Америке, в Европе. До того химия, что грунтовые воды полностью отравлены. Вот мало кто знает, но вот то же самое в Франции, примерно, что более мне знакомы, сила при обстоятельствах. Очень много больных людей, рак, ну, пищеварительных трактов. То есть желудка, кишечник, толстая, тонкая кишка, там, неважно, желудок, рак. Все, что связано с пищеварением, рак. А как вы думаете, почему? Рыбу, там французы очень много пользуются морепродуктами, начиная от рыб, кончая всеми ползающими по дну. Они просто фанаты этого. В результате чего? Они получают вот колоссальный процент больных и умирающих от рака. Почему? Потому что и рыба, и ракообразные, и не только жители морские отравлены. Отравлены. Почему? То же самое в воды, которые смовят грунтовые воды и реки, сносят все эти химию. Куда? В океаны, в моря, океаны. Плюс то, что там бросали в море войны, химическое оружие топили и тому подобное. Все это вылазит, все это попадает сначала в морепродукты, с морепродуктами попадает на стол людям, люди едят и умирают очень быстро. Это, извините, высокоразвитые страны, да? Штаты, Франция, ну и Китай сейчас тоже, можно узнать, высокоразвитые страны в этом плане. До того, извините, жадность, смотрите, что жадность сотворила. От жадности, так называемые, заработать побольше денег, вместо того, чтобы вкладывать деньги в развитие своих собственных стран, из-за того, что в Китае рабочая сила, ну, почти даром, там зарплата где-то порядка 20 долларов в месяц получает зарплату. Вот все перебросили свои, как говорится, производственные мощности в Китай. Что это значит? Построили предприятия, завезли технологии, обучили работать людей, которые начали выпускать товары. То есть жадность превратила Китай, жадность Америки, Европы и так далее, превратила Китай в мощнейшую экономическую державу современности. Жадность этих держав. А чтобы не платить, почему делают, чтобы не платить работающим в своей стране зарплаты, которые требуют гораздо больше и так далее, это налоги и тому подобное. В результате этого они все перелили и слили в Китай, и Китай поднялся в голову как. То есть кто построил, кто создал военную мощь, и не только военную мощь, экономическую мощь Китая? Запад своей дурацкой философии прибыли, чтобы жадность как можно больше загрести в карманы. Ну как, знаете, как-то с одним человеком спорил, ну хорошо, ты хочешь заработать денег. Ну хорошо, но заработал 100 миллионов ты сделал. И что после этого? Ну, хочу, ну миллиард. Ну хорошо, сделал миллиард. А что дальше? Ну сделал 10 миллиардов, 100 миллиардов, триллион примерно. Но в определенную точку, в определенной точке этой гонки ты умрешь. И что? И зачем тебе эти миллиарды, триллионы и тому подобное? Что ты с ними сделаешь? С собой заберешь, не заберешь? Это болезнь, психическая болезнь, с моей точки зрения. Которая, к сожалению, все больше охватывает и жители России, к сожалению. Понимаете? Потому что действительно деньги это инструмент. Они должны служить человеку. Когда человек начинает служить, деньгам он превращал в раба, в самую настоящую. Вот самое главное, чтобы человек не превратился в раба денег. Потому что если превращать раба денег, он ради денег готов продать, в том числе, свою душу дьяволу. Только чтобы ему деньги дали. Понимаете? Деньги в современном обществе пока еще неизбежны. Понимаете почему? Потому что сейчас все построено на них. Но они должны быть инструментом для того, чтобы человек, допустим, мог делать то, что ему душа лежит. То есть деньги дают свободу творению, а не рабство, а наоборот свободу. Если человек над ними. Так что перейдем пока потихонечку к вопросу, потому что уже вопрос накопилось, а время бежит. Продолжение следует.